Эти руины школе 19 в посёлке Новый – всё, что осталось от потолка в учебном классе. Полтора года назад часть его обрушилась. К счастью, в школе были каникулы, и никто с детей не пострадал. Но начальную школу закрыли, а детям пришлось ездить за 10 километров на обучение в главный корпус СОЖ-19, который находится на улице Севастопольской. В взвесе все за и против. Глава Бийска Виктор Щегрев при поддержке депутатов принял решение – восстановить социально значимый объект. Самое главное – то, что опасались подвесную систему, она вся уже стоит, закуплена. Материал тоже видите. Правда, тут снег, что всё идёт в графике у них. Претензий нет. Особых каких-то замечаний есть, конечно, некоторые. Шероховатости, но всё поправится. Вдохнуть жизнь в учреждение, в котором больше 30 лет не было капитального ремонта, оказалось непросто. Спектр работ – обширный. Восстановить крышу, перекрытие, потолок, стены, заменить отопительную систему. С каждым днём здание преображается как внутренне, так и снаружи. Сейчас выполнена крыша почти полностью. Осталось только закрыть профлистом. Но погода, к сожалению, не даёт нам этого сделать. Внутренние работы также ведутся. Осталось зашить панелями стены, электрику, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение. Также специалисты сделали на объекте перепланировку, подвели коммуникации и канализацию, утеплили полы и потолки, частично заменили окна. На качестве не экономят, отмечает подрядчик, ведь здесь будут грызть гранит науки дети начальных классов. Пол готовый, остался пол и выравнивающий. И плитка. Вся канализация тоже усиленная. То есть трубы пропиленовые идут, ПН-25, которые тоже помощное давление удерживают. Никто тут экономит, ни на чём. Швиллера, всё как бы новое. Сумма по контракту на учебное заведение – 19 миллионов рублей. Средства выделены по линии Наукограда. Если всё пойдёт также по графику, то срок сдачи обновлённой школы в посёлке Новый состоится уже в конце марта этого года. А значит, в новом учебном году дети смогут пойти на занятия в любимую школу.